Сомневаемся, что в мире есть люди, которые никогда не слышали слова цунами. Люди, которые живут далеко от воды, не сталкиваются с ними. Но жители прибрежных районов находятся в потенциальной опасности. Но иногда цунами, которые обрушиваются на прибрежные зоны, косвенно касаются даже людей, которые ни разу не видели море. Зарождение волн убийц сложнее, чем кажется. А их скорость и разрушительная сила просто поражает воображение. Какая высота была у самого большого цунами? Как одно колебание унесло жизни 235 тысяч человек? И как ужасная разрушительная волна может уничтожить весь мир? В первую очередь, стоит разобраться, как возникают цунами. Причиной 85% цунами являются подводные землетрясения, во время которых происходит резкое смещение участка морского дна. Если быть более точным, то одна часть дна опускается в то время, как другая поднимается. И это, в свою очередь, вытесняет воду, находившуюся там, и создается волна. Когда волна попадает на мелководье, она замедляется, а ее высота увеличивается. Что и порождает огромные волны, которые мы можем наблюдать у берегов океана. Волны, ежегодно уносящие тысячи жизней. И наносящие ущерб на сотни миллионов долларов. Волны, которые могут вырастать до невероятных размеров. Такие волны возникают крайне редко. Даже очень мощные землетрясения не способны на создание таких волн. Но вот большие оползни, которые падают в воду, вполне себе. Это краткое описание того, что произошло в заливе Литуия 9 июля 1958 года. В тот день, после сильного землетрясения, в воду сошел огромный оползень. Что и вызвало волну, которая побила все немыслимые рекорды высоты. Волна в эпицентре землетрясения получилась настолько высокой, что если бы вы стояли на верхних этажах самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, эта волна достала бы до вас. Ее высота составляла 524 метра. Такой высоты ни одна волна, которую видел человек, не достигала. К счастью, такое цунами произошло внутри залива, где ничего, кроме деревьев и скал, нету. И от него никто серьезно не пострадал. Чего не скажешь о цунами, которое всего за считанные дни унесло жизни 230 тысяч человек. Поразило 18 стран и нанесло ущерб в сотни миллиардов долларов. Произошедшее в 2004 году землетрясение магнитудой 9,3 балла вызвало волны высотой 15 метров и скоростью, которую даже представить сложно. Скорость этих волн была сопоставима с реактивным автомобилем и достигала тысячи километров в час. Их мощность была настолько велика, что волны обошли пол земного шара и достали до берегов Мексики. Волны смогли преодолеть до 4 километров суши и уничтожить все, что находилось на их пути. Были уничтожены сотни деревьев вблизи берега, а также это цунами породило самую крупную железнодорожную катастрофу в истории. Когда вследовавший в город Галли пассажирский поезд врезалась волна высотой в 9 метров, то есть на 2-3 метра выше самого поезда. Огромная волна прокинула и раскидала вагоны на сотни метров от путей, а некоторые из них были смыты в океан. Люди, которые были в тот момент в вагонах, сразу же попытались выбраться, но из-за давки они оказались в смертельной ловушке, из которой им так и не было суждено выбраться. В общей сложности в этой катастрофе погибло 2000 человек, и это все из-за двух волн. Сложно поверить, что на это все была способна просто вода. Вода, с которой мы взаимодействуем каждый день и даже не подозреваем о том, что пока мы принимаем душ, где-то эта вода несет огромную опасность. Но все, что было до этого, просто ничто в сравнении с цунами, которое может обойти весь земной шар, стереть с лица Земли все, что человечество смогло построить за тысячи лет и устроить настоящий апокалипсис. Как такое может быть? К Земле приближается огромный метеорит. 70% Земли покрыта водой. Вероятность падения куда-либо еще значительно меньше. Возьмем, для примера, астероид диаметром 10 километров. Столкнись с такая огромная глыба с Землей, взрыв будет настолько мощным, что верхние земные породы будут выброшены в космос. Но что произойдет с океаном? Волны в несколько километров? Полное или частичное затопление суши? Сценарий настоящего фильма катастрофы. Но что, если я вам скажу, что все это чушь? На деле же все будет происходить по другому сценарию. Астероид таких размеров уже посещал нашу планету. Всем известный астероид, который оставил после себя Чикшулупский кратер. Он был диаметром те самые 10 километров. Практически уничтожил жизнь на Земле. Но никаких километровых цунами он не вызвал. Волны, высота которых была 50 метров, и ушедшие далеко вглубь материков, не соответствуют ожиданиям. И то это тоже всего лишь предположение. Подробно о том, что произойдет при падении метеорита в океан, написал ученый Гален Гислер. Его гипотеза гласит о том, что если в океан упадет метеорит, то его удар нанесет точечное воздействие и повлияет только на область вокруг точки удара. А чтобы создать цунами, требуется побеспокоить всю толщу воды. Ведь цунами возникают при большом смещении масс на дне океана. Они и приводят к огромному движению масс воды от морского дна к поверхности. Все это можно сравнить с броском камня в пруд. Конечно, энергия от такого вида удара создаст волны, но эти волны очень быстро потеряют всю свою энергию. Но многие ученые до сих пор остаются верны теории о мега-цунами. Наподобие того, что было в истории с Ноевым ковчегом. Но все это не так важно. Вряд ли мы с вами застанем метеорит, который сможет привести к таким последствиям. Потому что прилетают они раз в сотни миллионов лет. А в какую теорию веришь ты? Оставляй свое мнение в комментариях. Нам будет интересно почитать. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал. А также нажимай на колокол, чтобы смотреть наши видео первым. Не забывай о цели в миллион подписчиков и присоединяйся к нам в движении к ней.